Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Героев Печа и Магии 6. Так, ну и давайте перейдём к третьей карте Компании Тёмных Эльфов, Лиги Теней. Погнали! Прирост, да, пусть будет прирост. Две карты мы уже прошли. И вторая карта была довольно интересная, там надо было быстро стартовать. Потом, в принципе, всё стандартно. Но стартовать надо было быстро, быстрее обгонять соперника. Маласа, нас много, но как один вдыхаем мы пепел дочери твоей, королевы Туитханы и Старлада. Проведи нас за завесу пространства и времени, покажи нам, где лежит слеза. Маласа, дай нам силу. Дай нам силу пройти через мир духов к слезе, которую мы ищем. Должен сказать, получилось отлично. Минат, брат мой, пришло время тебе возглавить наш народ. Твоё правление будет мудрее, чем моё. Не знаю, Рейла. Я постараюсь, но буду очень ждать твоего возвращения и восстановления Триумвирата. Может, Саршан займёт место Силсая? Так, окей, погнали мы куда-то через портал. Не следа слезы Асхи. Не зря всё это мне казалось слишком лёгким. Рейла, слеза излучает сильную ауру. Врата духов подвели нас так близко, как только могли. Но не волнуйся, это не слишком далеко. Так, и того, что мы имеем. Мы имеем, ага, четыре дракона. Так, у тебя стандартная армия. Ну, соответственно, передаёшь её сразу боссу. Так, а у босса навыки есть непрокаченные? Босс у нас воин. Так, из тактики я всё взял, да? Из этого... Ладно, давайте стандартно качать, как я всегда качаю воина. Максимальное здоровье там всякие. Всякую эту лобуду. Так, всё, значит, тогда делаем таким образом. Сначала у нас идёт разведка. Ты у нас сносишь... Ага, отлично, двенадцатый уровень. Блин, вот, конечно, у воина есть одно неоспоримое, неоспоримое, зараза, преимущество. Знаете, какое? Ему не нужна мана. Обратились в бегство, преследовать. Я же кровь качаю, правильно? Да, я кровь качаю. Поэтому преследовать. Так, пока всё идёт без потерь. Так вот, у воина есть одно неоспоримое преимущество. Ему не нужна мана. То есть маг, он действительно сильнее в начале, но... Воин... Он, кстати, надо мне одеть. А, ну тут у меня перчатки ассасина. Почему сапоги ассасина не одеты? Засада, так. Шлем тоже, и что у меня? И три из шести предметов, да, собраны. Окей, так, ладно, пропускаем ход. Я посчитала войско. Часть воинов пропала. Я знаю, что врата духов, они проходили вместе с нами. И где же они теперь? Камни? К счастью, нет. Врата духов так не поступают. Должно быть, аура слезы изменила их путь через мир духов. Они вышли где-то в другом месте. Они живы, но потерялись. Надо найти их. Собирай армию, скорее. Так, окей. Доступно новое задание наукопорталов. Мантия сопротивления. Найти пропавшие отряды. Так, ладно. Ладно, будем исследовать по порядку. Вот ненавижу лучников. Ненавижу. Особенно вот этих. Ладно, давайте сохранимся. Если будут потери, я просто не буду с ними драться. А потери есть. Но это потому, что они, сволочи, первые ходят, да? Так, Йоргена сюда поставим. Нет, первым ходит как раз таки дракон. Так, может я общим ускорением смогу решить вопрос? Вот, дракон теперь блочит два вот этих верхних стака. А ты, Йорген, блочишь вот этот стак. Только ты... Атакуешь и удерживаешь позицию. Так, а вы убивайте нафиг. Так, ну и лучше свалить из-под удара. Так, по семерочке долбанем. Во, отлично. Блин, не, все-таки не зря я взял перк на ускорение. Это все-таки тема хорошая. Перк на ускорение за решает... Ну, решает, в общем. Так, 250 золотых ежедневно. Ну, в принципе, если мы дней 10 будем идти, то... Неплохо мы подзаработаем. Так, капа. Капа-хапа. Ага, капа одним стэком. Не, ну у меня, конечно, воин такой колдующий. Ладно, давайте капе перекроем кислород. Сколько у меня 194? Кстати, опасно. 122, ну нормально, выжил. Дракон протанчил. Дракон протанчил, все ништяк. Так, а ты собирай всякие ништяки за главным героем. Ваша династия достигла уровня 36. Здорово, что моя династия достигла уровня 36. Что дает этот уровень династии, кстати, не знаю. А он, по сути, ну не... Куча земли, кости, невыносимая вонь и явное присутствие магии тьмы. Спорю на что угодно где-то рядом логово Скорпикора. Скорпикора. Так, атаковать этих без потерь забороли. О, дружественные. Конечно, принять вы чё. Пацаны, как вообще фигня вопрос. Так, давайте вот этих свирепых волков отфигачим. Приследовать я кровь качаю. Так, ты тут собирай ништячки. Блин, за главным не угонишься. Ну да ладно. Это я, да. Нет, две Скорпикоры я отдавать не буду. Кстати, он их как тут отдал-то? А сколько у Скорпикора? 90 хелсов. Приняшко нормально. Эх, а вы не доходите, да? Ну, в дракона нормально. Дракон протанчивал. Так, ну подходите туда-сюда. 100% от обученного урона. Атакует целевой отряд противника, но не получая ответного удара. Это дальность на 6 единиц, инициатива на 10 единиц, на 2 хода. О, Скорпикора неплохой, кстати, моб, учитывая вот эти вот его способности. А почему она тут десятку не может атаковать, непонятно. Так, ну отлично. Снесли без потерь, замечательно. Так, это что такое? Существо гостящего не воспримет. Чувак магии чего? А, в течение первых трёх ходов. Ой, здорово. Это мы сейчас без потерь подерёмся. Что-то написано неизвестно. Так, идём, собираем экономику. Собираем экономику. Так, вот тут есть внизу проход вниз. Что тут написано? Водное дерево желаний, земля вокруг этого дерева, бла-бла-бла. Так, возьму 50 маны. Так, давайте элементов воздуха снесём, но, как обычно, с потерями. Так, ладно, ты блочишь два верхних стака. Ёрген, убивай парочку. А вы добивайте. И давайте по вот этому. Так. Вот же говно кусок, а? Надо было с Карпикорой всё-таки атаковать. Тогда было бы лучше. Но я сейчас передерусь. Один ассасин. Это серьёзная потеря. Ну, в смысле, это, конечно, пустяк. Я всё понимаю, но... Ну его нафиг. Если мы можем без потерь, мы здесь можем. Изи без потерь. Четыре-пять, четыре-пять. Давайте лучше мы вот так сделаем. Так, ну вот. Четыре-пять. Так, отдавай инициативку сними. И последний. Ассасинчики. Вот так вот. Всё замечательно. Победили. Так, тут щиток. А у меня, по-моему, щитка нету, да? Как раз. Да, щиток нормально. Так, ладно, давайте с этими. Ну, тут всё изи. Преследовать. Ну, как тут можно потерять, Скорпикор? 58 минус. Я, на самом деле, допёр. Как? 42 снимите. 39. Ну, 3 никого не убьют, конечно. Так. Всё, отлично. Отлично. Так, чёп, тихо. Ты тут собирая экономику. Всё, кончились ходы. Так, я так понимаю, на этой карте мы будем без замка играть. Ну, или замок будет, но не скоро ещё. Так, 36. И как он их потерял? Они ж, в принципе, не доходят. Э, только вот не надо по два раза ходить. Те, ок, да. Так, вот эти 7 мы можем убить. 10, а ну-ка, десяточку. О, красава. Ну, почему ты сюда? И ладно. Так, всё, заели этих тёмных и без, без каста магии. Без каста магии, так. Он, бутылку выпил. Здорово. Так, чё тут лежит? Ожерелье жизненных сил. Плюс два к здоровью. Ну, в принципе, пригодится, а чё, нет. Так, экономист. Экономист, так. Давайте этого снесём. Одного дракона, да пипец, блин. 10 драконов, не надо тут потерять. 9, ещё трёху, ещё 5. 5 убьёте и 14 можете убить. Давайте лучше 14. 14. И как здесь? Тут вообще мы запиливаем просто стандартно, вообще. Не напрягаясь. Опа-на. Разумеется, слеза нужна не только нам. Наги здесь уже явно не первый десяток лет. А я-то думал, что война осеннего ветра давно закончилась. А что вы тут за... Захватить город Нагов. Так, ну я единственное сначала своих этих... При собачью к себе. Теперь ты свободен. Идём, найдём твоих товарищей. Да, берём. А, ну так спасение. Блин, за малым не добежал. Так, тут в принципе всё. Спокойно. Ладно, идём сюда. Обидно, что я не взял именно на первый день. Ну ладно. Две сарпиконы. Так, куда-нибудь вперёд. Ну, пока так. А, так две сарпиконы тут живу. Этот герой есть, да? Поэтому, что я парюсь вообще. Так, Йорген, ты сюда прыгай. Дракон, ты тоже поворотом хавай. Так, надо фигачить вот этих. 70, так. Фигачим, фигачим. Ну, вы сюда-то подойдите. А, сарпикона может залетать. Это хорошо. А, вот он как две сарпикона. Потерял, блин. Ну, всё понятно. И этот может залетать, да? На тебе. На тебе. Так, теперь наш ход. Так, 19 ходят раньше, поэтому убьём кап сначала. Ну, ладно, потеряли и потеряли две сарпиконы. Это, в принципе, не суть. Так, отлично. Когда дерёмся за город, такие потери, они оправданы. Ладненько? Я, пожалуй, тогда на этом. Я, пожалуй, на этом этот выпуск и закончу. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.